Ребята, вы уже видели нечто подобное? Мужчина берет пиджак и сочетает его с парой джинсов. Так ведь никогда не стоит делать, верно? Разве это не эквивалент прическе малет в мужской одежде? Да и нет. Звучит непонятно? Не беспокойтесь, с вами Томас с канала Real Men Real Style, и в сегодняшнем видео я покажу вам, как круто можно сочетать пиджак с джинсами. Во-первых, давайте рассмотрим правила, которые вам нужно знать, чтобы не наделать ошибок. Так, правило номер один, если у вас есть один единственный костюм, который вы надеваете на собеседование, свадьбы и похороны, не стоит носить пиджак с джинсами. Почему? Все просто. Когда вы носите костюм, со временем он начинает немного тускнеть и менять цвет. Воздействие солнца и химчистка приводят к тому, что материал начинает тускнеть. Так что, если вы долгое время носили пиджак без брюк, вы обнаружите, что в вашем комплекте верхняя часть не подходит к нижней. Так что, если у вас всего один костюм, не носите пиджак отдельно от брюк. Но если у вас большой выбор костюмов, то можно время от времени носить верхнюю часть отдельно от нижней. Правило номер два. Выбирайте правильные джинсы. Ведь вы сочетаете пиджак в формальном стиле с повседневными брюками. Поэтому очень важно подобрать правильные джинсы, чтобы образ работал. Иначе у вас получится сочетание, которое будет выглядеть ужасно. Во-первых, вам нужно убедиться, чтобы джинсы выглядели как можно более формально. Поэтому придерживайтесь в выборе модели цвета темного индига. Избегайте потертых и рваных моделей. Не бойтесь белых, серых, красных. Они хорошо сочетаются с пиджаком. Да, и не подворачивайте ваши джинсы. Прямой край штанина выглядит изящнее и изысканнее. Да, и ребята, не забывайте о посадке джинсов. Пара непринужденного стиля мешковатых джинсов будет выглядеть неряшливо. На контрасте со сшитым на заказ пиджаком. Правило номер три. Не забудьте про рубашку. Вам нужно сократить разрыв между формальным стилем вашего пиджака и джинсами более повседневного стиля. Отличный способ это сделать – выбрать более повседневную рубашку. Если вы выберете классическую рубашку из гладкой ткани, то контраст будет слишком резким. Вместо этого выбирайте повседневную рубашку на пуговицах с текстурой. Разница невелика, но текстурная ткань имеет большое значение. И не бойтесь экспериментировать с узорами. Правило номер четыре. Откажитесь от галстука. Галстук – это один из самых официальных предметов мужского гардероба. Если вы носите его с пиджаком и джинсами, вы выглядите слишком уж застегнутым на все пуговицы. Можно, конечно, использовать шерстяной, вязаной, но держитесь подальше от формальных шелковых. Правило номер пять. Носите ремень. Обычно вы можете не надевать ремень, когда носите джинсы, но в паре с пиджаком вам действительно необходим ремень, чтобы связать обе детали гардероба вместе. А теперь, когда вы знаете правило, вот несколько комбинаций образов для вашего вдохновения. Образ номер один. Образ со свитером. Для этого образа я взял пиджак от темно-синего костюма и дополнил его парой джинсов цвета темного индиго. Рыбашка здесь повседневная синяя на пуговицах с тонким ромбовидным узором. Свитер грубой вязки с круглым вырезом. Непринужденный вид свитера помогает преодолеть разрыв между пиджаком и джинсами. Кроме того, к образу я добавил льеной нагрудный платок с узором пейсли. Часы с элегантным хронографом, с белым циферблатом, серебристым корпусом, ремешком и синей кожи. В качестве обуви я выбрал пару панелоферов из двухцветной коричневой кожи. Образ номер два. Пришел черед для водолазки. Чтобы создать этот образ, я взял угольно-серый пиджак и снова дополнил его темными джинсами. Вместо классической или повседневной рубашки на пуговицах я взял темно-красную водолазку с высоким воротом. Она также помогает снизить градус формальности всего образа. При этом вы будете выглядеть собранным. Я выбрал белый льеной нагрудный платок с бордовой бахромой, сложив его президентским способом. Часы представляют собой хронограф с синим циферблатом, серебряным корпусом и кожаным ремешком цвета бычьей крови. А обувь – высокие броги насыщенного цвета бычьей крови. Третий образ легкий и непринужденный. Я взял серый пиджак средней длины и заменил джинсы цвета индиго на пару белых джинсов. Рубашка повседневная на пуговицах с большим бело-серым узором в мелкую клетку. Чтобы добавить немного цвета, я взял шелковый нагрудный платок зеленого цвета с узором в горошек и сложил его, сформировав складку в виде горных пиков. Дополнил образ часами для дайвинга с циферблатом, корпусами и браслетами с нержавеющей стали. Ремень я выбрал светло-коричневой кожаной с гладкой металлической пряжкой. А обувь у меня – полуброги из светло-коричневой кожи. Итак, что вы думаете, ребята? Стали бы вы носить пиджак с джинсами? Пишите ответы в комментариях под видео. Итак, теперь вы знаете секреты, как сочетать пиджак с джинсами, а как обстоит дело с вашими футболками. Посмотрите это видео, в нем я показываю варианты сочетания футболок и джинсов. Футболок и джинсами